8 том книги открытым оком вопрос номер 2019 тема проповедь благовестия вы уже более 40 лет занимаетесь миссионерской деятельностью среди самых разных сект как оцениваете труды пустынников в житиях их методы доказательства правоты православия намного превосходят они ваше доказательство отвечает игнатий тихонович лапкин могу сказать что если бы я был на месте еретика то даже и слушать эти доказательства не стал какие-то рассуждения которые смешно и стыдно читать для православных миссионеры миссионеры поздних лет в россии были намного умнее и воистину они были мужи веры и знания писания евангелие от уана 5 глава 39 стих исследуйте писание ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную они свидетельствуют о мне деяния 17 11 здешние были благомысленнее фессалоникских они приняли слово со всем усердием ежедневно разбирая описание точно ли это так поисий величковский 19 июня в одном из селений египетских проживал некий старец по своему житию он был человек весьма добродетельный но в святом писании он был совсем не сведущ и вот по неведению он впал в такую ересь про святую троицу он говорил не как про троицу но как про двоицу то есть он исповедовал отца и сына про духа же святого он умалчивал говоря что он не есть бог и веруя так ложно сам он и других научал этому своему зловерию многие из простого народа следовали его хульному мудрованию и учению виде его добродетельное житие по боге уготовляющий же для всех спасения христос бог не желая чтобы труды старца и его постнические подвиги были тщетны возвестил о нем блаженному поисию и указал ему то селение и место где жил сей святой старец поисий тотчас же с поспешностью стал собираться в путь он сделал собственноручное множество корзин и при этом приделал как каждый из них по три ушка и пошел с ними к тому старцу выдавая себя за странника и продавца рукоделия своего многие же из находившихся при старце иноков державшихся ложного его учения и неправой веры увидев странника и его корзины и не зная что это поисий стали спрашивать кто он и откуда он же на это говорил что он пришел из пустыни продавать рукоделие свое спрашивали его и о корзинах почему они сделаны с тремя ушками и святой поисий всегда на это отвечал им так как я раб при святой троице и пламена проникнуть любовью к ней то поэтому и корзины свои я устроил образ святой троицы с тремя ушками чтобы мне не только веровать сердцем и устами исповедовать но и рукоделие моим прообразующим тройственность божественных лиц прославлять святую троицу отца и сына и святого духа ибо одно ушко соделана в образ бога отца другое в образ бога сына третий образ бога духа святого и подобно тому как каждая корзина имеет три ушка но сама по себе едина так и во святой троице три лица но един бог в то время как святой поисий в кратких словах излагал сию тайну о святой троице мужи те вместе со своим постником учителем устыдились и приготовить приготовившись послушать его сказали о дивный скажи нам об истинной вере еще пояснее и поучи нас еще своими беседами ты уже и сказанным весьма удивил нас и и божественные поисий исполнившись духа святого как опытный наставник начал благорассудно и богомудренно изобличать теоретическое заблуждение и его душепагубный вред и ревностно стал поучать их святой православной душеспасительной вере и наставлять их на путь истинный и долго и долго преподобный поисий беседовал с ними от божественного писания и богодухновенных книг учил их веровать во святую троицу и благочестно исповедовать сию истину и обратил старца того и всех кто был с ним к покаянию о прежнем их заблуждении и так просветив их пошел обратно свою пустыню воспевая благодарственное господу моление случалось вам попасть в ночное время в строительный без света котлован лес арматуры провода без зрения и шагу не ступить пропала голова подобием таким пытаюсь вызвать картину ситуацию того что за причины смерти главный признак погибели чтобы узреть врагов тот хорошо поступит кто светильник слова христовых эталоном держит и мудрость напаяет их обильно и маются они куда как реже но в этом но история россии и главным образом для православной церкви при князе солнышке не солнце и спросили а лишь огарки и этой меркой мерить живое слово в масса не пошло и даже ужасаюсь повторить оно не нужное на наш храм стал неживой зато свеча пудовая горит тысячелетия как знаем вытворяли сверялись с византичиной опухшей со словом божиим собора не сверяли и с каждым днем и годом только хуже непрорубаемая темень во священстве в обрядоверию утопленный народ здесь симоны волхвы творят мошенство кто изощреннее правдивее соврет религия из тысячи реликвий чудотворений ложных и пустых знамена проповедников паникли под солнцем знойных пройденных пустынь восстань господь спаситель саваоф яви авторитет своих писаний в божественную сеть войдет святой улов да воссияет свет и воспоют осанну Игнатий Лапкин 25 сентября 2003 года